Прямо сейчас мы вам покажем затопленные районы Темрюка. Здесь спустя более чем сутки вода еще не сошла в домах и в огородах. И добраться в эту часть Темрюка до домов люди могут только на внедорожниках, пешком не пройти. То, что вы сейчас видите, здесь глубина воды была где-то в половину или полтора раза больше. Дома затоплены. Мы были здесь, проезжали на внедорожники и это действительно страшно. Именно с этих районов людей эвакуировали в пункты временного размещения в городе Темрюке. Это район первой школы, здесь низины Темрюка, рядом река Кубань, поэтому, конечно же, люди не на шутку испугались. Как вы видите, все стоит в воде. Сейчас, конечно, откачивают воду, но тем не менее. Это уникальные кадры Темрюка после потопа. Есть улицы, по которым мы ходили, но там настолько все было затоплено, что даже в сапогах резиновых было невозможно пройти. Сейчас вода, конечно, уходит. Уходит быстро, но дождь все равно еще моросит. В итоге, по подсчетам, было затоплено что-то порядка 1500 домов и 1600 придомовых территорий. Конечно, более точную информацию можно почитать на сайте администрации Темрюкского района, но вообще, конечно, затопление было серьезное. Темрюк еще, можно сказать, хорошо отделался.